здравствуйте но наконец-то на этой неделе закончились великие разборки значит менюст и адвокатов разборки касались как раз утвержденной формы адвокатского запроса я как-то выпускал уже ролик по этому поводу в общем основная часть претензий как раз касалось того что адвокаты как по уголовным так и по гражданским делам вынуждены сообщать при направлении адвокатского запроса сведения о своем доверителе да то есть если допустим мы пытаемся получить от государства какую-то информацию для лица которая пытается сейчас пока действовать анонимно вот такое не получалось что с анонимными свидетелями что с гражданами по гражданским процессам ну по будущим гражданским процессом в качестве подготовки до граждане могли какие-то там репрессии начать получать уже засветившись в таком адвокатском запросе вот поэтому адвокаты подали все-таки и верховном суде 24 мая 17 года по делу а кпи 17 дефис 103 верховный суд все-таки согласился с тем что я в адвокатском запросе не является обязательным такой элемент как указание сведений на доверить то есть фактически адвокаты могут указывать реквизиты допустим договора без указания того кто является стороной этого договора поручения на ну в общем-то по которому действует адвокат направляя адвокатский запрос ну я думаю что это очень хорошо тем более что это первое на что я обратил внимание когда появились еще так только первые редакции проекта вот этого приказа о форме адвокатского запроса и первое что я сделал как раз в рамках обсуждения тогда еще но я так понимаю симулировали просто возможность обсуждения я направил свои соображения по поводу того что же у нас адвокаты будут своих доверителей прямо так и задавать в адвокатских запросах или мы теряем возможность направлять адвокатские запросы ну в общем мне конечно ответили спасибо за взаимодействие мы оценим вашу работу до свидания вот но вот судя по тому что верховный суд все таки в москве да честно говоря думал над тем чтобы тоже влепить административный иск но понял что это проще делать из москвы и тем более к тому моменту уже адвокаты московские занялись этой темой но вот как раз они довели свое дело до логического конца как раз добились того что можно направлять адвокатский запрос без указания фамилии доверителя да потому что изначально это адвокатская тайна все теряет смысл просто на когда-то направляешь адвокатский запрос с указанием в интересах кого-то действуешь там элементарный трудовой спор да к себе пришел работник вот говорит что там есть проблема у работодателя направляешь адвокатский запрос этого работника начинается проблема на работе вот но это просто это в рамках еще как бы гражданских отношений в уголовных отношениях то все значительно сложнее и последствия могут быть более тяжелыми поэтому ну вот я лично просто счастлив слышать это да и понимать что все таки верховный суд соблюдает какой-то нейтралитет между силовыми структурами которые как выяснилось навязали эту форму и людьми которые стоят но по другую видимо сторону да на стороне защиты то есть все таки вот адвокатский запрос теперь будет не настолько бесполезен как это было ранее конечно это все по логике должно быть приведено какой-то приличной форме да то есть это выразиться должно в изменениях этого приказа до этого пока минюст не изменится этот приказ в общем то могут быть проблемы с применением данного положения да но верховный суд высказался уже есть основания говорить что эти положения не действует насколько оперативно будут все силовые скажем так структуры государственная обновлять редакцию этого приказа ну посмотрим наверное как обычно это займет годы вот на этом все про адвокатский запрос подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки